В этом видео будем делать карданную передачу. Карданная передача предназначена для передачи вращающего момента между валами расположенными под углом друг к другу. Названа передача в честь итальянского инженера Джароламо Кардану. Основные детали карданного шарнира это две одинаковые вилки и крестовина. Вилки обычно соединены неподвижно с валами и подвижно соединены с крестовиной. В нашем случае крестовина это самая сложная деталь. Она представляет из себя металлический прямоугольник с четырех сторон в котором просверлены сквозные отверстия. С изготовления крестовины мы и начнем. Материалом для изготовления крестовины будет квадрат из дверной ручки. Купить эту деталь можно отдельно на рынке там же где продают ручки и замки. Для начала с помощью угольника и напильника обработаем торец заготовки. Он должен быть ровно под 90 градусов, иначе у нас не получится разметка. Если после нашей обработки заготовка может стоять на торце, то этого будет достаточно. Теперь проводим разметку по чертежу. Отрезаем нашу деталь от заготовки, и чтобы это сделать ровно делаем по одному надпилу с каждой стороны, а только потом отрезаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Следующая операция сверления. Да, на фоне стоит сверленный станок, но я специально покажу как это можно сделать вручную. Весь секрет в том, что сверлить надо не сразу насквозь, а засверлиться со всех четырех сторон до середины. Смазываю сверло машинным маслом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующие две одинаковые детали вилки Выполняются из листового оцинкованного металла Подобных деталей мы уже переделали много Все размеры на чертеже После сверления выполняем гибку Углы у детали я срежу на глаз Так как это не критично Для сборки кардана потребуется два винта М4 с гайками И 4 шпильки, которые я откусил от велосипедной спицы Куда же без нее Субтитры делал DimaTorzok Осталось забить шпильки в хрестовину Так как я использовал сверло 2 мм Шпилька входит достаточно свободно Поэтому лучше использовать сверло 1,9 или 1,8 мм Чтобы шпилька входила в натяг Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Если шпильки все-таки выпадают В крестовину можно капнуть суперклей И забить шпильку Осталось только смазать маслом наш кардан Кардан получился достаточно прочный Хоть вилки сделаны из тонкой жести Но я не могу остановить выходной вал руками При этом вилки не сгибаются Карданный шарнир имеет один большой недостаток Это неравномерность вращения выходного вала По отношению к входному И чем больше угол между валами Тем больше проявляется эта неравномерность Выходной вал циклический то ускоряется То замедляется Поэтому такой шарнир еще называют Шарнир неравных угловых скоростей Там где надо получать равные угловые скорости Используется шрус Шарнир равных угловых скоростей Он более сложный по своей конструкции Зато лишен недостатков карданного шарнира Еще компенсировать неравномерность вращения Можно использовав два карданных шарнира одновременно Также стоит учитывать что при увеличении углов между валами Увеличиваются и потери мощности Ну что ж на этом у меня все Кому было полезно это видео ставим лайк Подписываемся на канал А также заходим в нашу группу вконтакте Там я выкладываю все самые последние новости К примеру видео работающего кардана Было опубликовано еще неделю назад Также там проводится голосование И я выкладываю фото и видео отчеты О ходе новых разработок Которых еще нет на моем канале Поэтому чтобы не задавать вопросы Когда будет новое видео Кому это интересно Вступаем в группу И активно участвуем в направлении развития канала Спасибо за просмотр И всем добра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok